Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Проект покинула Саша Артемова. На лобном месте ее в очередной раз стали упрекать за плохое поведение и неуважение к коллективу. Саша психанула, села в машину и уехала. Женя Кузин же остался на поляне. Продюсер Михайловский так прокомментировал ее уход. Саша Артемова ушла, фактически сбежала от Женьки. Кто-то, возможно, сейчас будет ликовать, ушла хабалка. А я расстроен, как и всегда, когда рушится что-то хорошее. Но надежда еще есть, подождем. Подруга Саши, Катя Король, заступилась за Артемову. Да, Сашулька конфликтная, как и я, но в глубине души она очень добрый, чистый и преданный человек. Она борец за правду. Сабрина Ангелова радуется, что ее унижение не увидит вся страна. Из эфира были вырезаны кадры, на которых Андрей Чуев стащил с девушки нижнее белье. Сабрина пишет. Большое спасибо руководству проекта за то, что дикую сцену не выпустили в эфир. Буду продолжать преследовать Чуева в частном порядке. Мое обращение в полицию и в приемную МВД остается в силе. Оля Жемчугова набралась смелости сделать мамопластику. Она написала «Я все-таки решилась». Подписчики сразу поняли, на что она решилась. На новую грудь. Там решаются только на это. Зрители подозревают, что Элла Суханова беременна, причем она уже на третьем месяце. Ведь не случайно Элла и Игорь Трегубенко заторопились со свадьбой. Они перестали ругаться, Элла стала часто плакать. А недавно девушка опубликовала снимок, на котором можно разглядеть округлившийся животик. Также эту информацию подтвердила одна из зрительниц, которая была на выписке из роддома Даши Пынзарь. Там она узнала, что Элла тоже ждет ребенка и пополнение в их паре будет через 6 месяцев. Денис Козлович расхваливает свою девушку Катю Король. Мы с Катей помирились. В ней есть масса положительных качеств, за которые я ее ценю и уважаю. Она добрая, ласковая, верная и порядочная девушка. У нее нет вредных привычек, а то, что она умеет профессионально создавать своими руками одежду и сама зарабатывает деньги – это редкость в наше время. Андрей Черкасов нашел новую подругу. Он пришел на конкурс красоты «Мисс Русь» с новой возлюбленной. Девушку зовут Стелла, она является частой гостьей светских мероприятий, работает ведущей на телевидении. Черкасов выглядел счастливым и не отходил от подруги весь вечер, но он пока не сообщает, что у него появилась новая девушка. Кристина Иванова, бывшая жена Кости Иванова, рассказала о том, как она относится к идее появиться на телепроекте. Подписчики спросили ее, Бузова говорила, что хочет тебя пригласить. Приедешь? «Нет, конечно», – ответила Кристина. «Это кунсткамера для малоимущих и имбецилов. Мне там не место». Дарья Пынзарь впервые дала интервью и показала новорожденного малыша. Даша рассказала, что старший сын Тема полюбил своего младшего братика и не стал проявлять никаких признаков ревности. А также скоро семья Пынзарь планирует поездку на Бали. «Я обожаю путешествовать», – рассказала Даша. «Как только Давиду сделают необходимые прививки, мы соберем чемоданы и вчетвером отправимся в путь». Даша с Сергеем решили, что на двух детях они точно не остановятся. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!